Мне кажется, я никогда не видела эфир такого качества. Ну вот, мы решили с Мишей, моим помощником, что только так и должно быть. И если я выхожу в эфир с телефона, это в порядке исключения, или спонтаночка, или я вспомнила прошлое такси-эфир, когда я решаю провести время продуктивно с вами. Но качество с телефона, конечно, гораздо хуже. Жду, когда присоединятся те, кто планировал сегодня этот час времени провести со мной. Смотрю ваши комментарии. Видно и слышно. Класс! Я очень-очень рада. Миша, тебе говорят, браво! Ну что, погнали о личном. Ну и первые вопросы – красота и уход. Ваш уход за волосами. За волосами у меня уход следующий. Я использовала год назад, но это была целая морока по тому, чтобы достать эти шампуни, которые называлась, фирма называлась Innocence. И это было какое-то Экошмека Био-Мио со всеми вот этими бессульфатными историями. Вкусно пахло, плохо относительно пенилось. Но это было время, когда я увлекалась вот этим Керли-методом, когда вот естественные кудри. У меня вьющиеся волосы. Вьющиеся волосы. И я увлекалась вот этими естественными кудряшками. И танцы советовались по этой методике. Так, вернулись. Миша говорит, что все хорошо. Я сегодня не дома. Миша кашляну. Вот. Нет, не висим. Мы иногда делаем паузу, когда поднастраиваемся под интернет. Про волосы. Как вы видите, я люблю иногда их вытянуть на брашинг. И сейчас я открыла уже довольно-таки тоже около месяцев 8, наверное, использую линейку, которая называется «Доктор Сорби». Вроде бы израильская линейка. Мне очень нравится и шампунь и маска. Волосы блестят. И сейчас еще мой стилист, визажист, она мне подогнала какие-то такие штуки. Я не запомнила, честно говоря, ребят. Я приду домой, посмотрю. Они наносятся после мытья волос перед укладкой. На кудрявые волосы позволяют без пушистости хорошо уложиться. Вот. Какими духами я пользуюсь? Слушайте, у меня есть определенная коллекция ароматов. Сейчас у меня период какой-то без ароматов. У меня нет желания наносить запах на... Может, это постковидная такая история. Хотя, знаете, когда ты берешь любимые духи и пытаешься определить их аромат и ничего не чувствуешь, как-то обидненько становится. Я за этот период от них как-то отвыкла и сейчас нет желания нанести на тело какой-то запах, аромат. Но в целом я была верна своему выбору из таких ароматов, которые мне нравились. Это Байредо Африканский бал. Но я от него немножко сейчас уже подустала. Я понимаю, что уже давно ни рука не тянется к нему. Любимый зимний аромат это Инишо Рехаб. Мне очень нравится аромат. Он тяжеловатый, но очень такой глубокий, благородный, с такими нотами тягучими, я бы сказала. Но зимой мне очень-очень нравится. И я очень люблю кожаные запахи. И один из любимых у меня ароматов, которых я на самом деле купила супругу и благополучно у него отжало два аромата. Это тосканская кожа Том Форда и Мемо Перис. Вот. вот такие ароматы мне нравятся. И для кожи я проходила разное. мне вообще кожа такая благодарная. самая лучшая, конечно, косметика для кожи это внутренняя работа. Самая идеальная кожа. Вот сейчас у меня я не постесняюсь, хотя я и похудела. Идеальное состояние кожи без высыпаний. Я сегодня без макияжа вообще, ну, ресницы чуть подкрасила. Вот. И губы блеском накрасила. Вот. Это курсы петалона. внутрикожные я провела очередной. Тут идет вплоть до подтягивания с кувня. Оля косметолог моя отметила. И я, если раньше я пользовалась профлинейками типа Мидер, Обаджи, то сейчас у меня умывалка ММ, что ли, она называется. И я плотненько подсела на корейскую косметику с лизатами бактерий. Вот это какое-то чудо чудесное. Совершенно потрясающие линейки. Я ее называю сыворотка Маня. А так она Маньо читается. Бентон послабее, но тоже очень классная. Ну вот Маньо вот вообще вот потрясающая линейка вся. Я сначала попробовала их фирменную сыворотку. Сейчас был перевыпуск. и у них очень классный, мне нравится тоник. После умывания вот саму умывалочку я чередую вот со своей умывалкой вот этой ММ, которая с гликолевой кислотой. И кремики их тоже разные. Есть travel формат. Очень-очень удобно брать с собой. Честно говоря, настолько влюблена в эту линейку, что всем подружкам, коллегам, и у них сейчас мужская линейка появилась, заказала Новый год набор подарков. Они выпустили такие подарочные наборы совершенно потрясающие. В общем, очень-очень-очень советую, если еще не прикупили подарочки своим близким относительно бюджетно, но поверьте мне, классный биохакинговый антиэйджинговый наборчик. Ну, вот, честно говоря, я, когда пользуюсь сывороткой маней, вот эта сыворотка маньо, не знаю, как по-корейски читается, там ма двоеточие нё, мне нету даже потребности использовать крем. Пигментные пятнышки уходят, кожа как светится изнутри. В общем, где заказать, есть сайт, инстаграм у них называется, сейчас напишу, скин биотик, я сейчас с аккаунта про катарианство напишу. Миш, пусть продублирует ещё своего аккаунта, ладно, это, вот, скин биотик, почитайте, сайт очень, а, и, если хотите 10% скидку, я вам дам промо-код, девочки, мне его предоставили, промо-код Янг, ну, какой ещё может быть промо-код, Янг, хорошую скидку, 10%, ловите. Как отношусь к пилингу хлоридом кальция? Я это не делала, и на лицо мазать аскорбиновую кислоту, а в этом году курс пилингов с витамином С я сделала. Сделала 4 пилинга с витамином С. Вот, мне очень понравилось, очень деликатное шелушение было, практически незаметное, а кожа прям такая, тоже вот прям конфетная была. Приоид ботокс-филлеры можно делать? Ну, при аутоиммунном тиреидите ботокс допустим, а гиалуронка игра с огнём. Можно получить лицо алкоголика, можно и не получить, поэтому на усмотрение вашего косметолога и лечащего доктора. Работаю ли я со стилистом? Как вы подбираете себе одежду и прическу? Ну, вы знаете, я каждый, конечно, день не советую со стилистом, но моя подруга Инга, мой адвокат по совместительству, она, у неё хобби, она профессионально заканчивала курсы в Милане, и она, конечно, совершенно мастерски сочетает одежду, подбирает, и у меня совершенно снята головная боль по поводу того, что купить. Я в магазины ходить, честно говоря, не очень люблю. У меня плохой глазомер. Инга, когда мне покупает, это вот ни разу, по-моему, один раз в жизни было, что не попало в размер по одной простой причине. Верхний размер очень всё скромно, вот, и поэтому платье оказалось несколько великовато. Вот, а так всегда попадает в размер, цвет, всегда помнит, что у меня есть, и, соответственно, уже подкопилось столько, что сочетать получается уже и самостоятельно. Сочетание одежды, выбирая я, вот там, подобрать к зелёненькому зелёный у меня получается. А по косметике укладываюсь я чаще всего к эфиру у Катюши. Катя потрясающий визажист и мастер по прическам. Фамилия у неё Черданцева Makeup Чер. У неё аккаунт в Инстаграме. Очень хорошая девочка, так что, если вдруг хотите сделать себе образ, обращайтесь к Кате. Катя ещё помимо этого профессиональный стилист в мире танца, хассл, по-моему, называется вот это социальные танцы. Она сама танцует чемпионка России и мира. Не помню, честно говоря, её регалий, потому что больше знаю её в мире визажа, но тем не девочка талантливая во многих сферах. Она мне помогает. Укладываться сама. Я вот такую идеальную укладку делать не умею. Подкраситься я курсы брала, умею. Но вообще косметикой пользоваться не очень. Люблю, люблю чистую кожу и редко на самом деле наношу на своё лицо что-то. Обычно вот у меня вот такой образ. Но когда надо, когда это часть работы, какого-то рабочего процесса, ролики снять на YouTube, то я обращаюсь к профессионалу. Кто по образованию ваш Миша? У него высшее журналистское образование. Правильно сказал Миш? МГУ. На минуточку. Кода не видят. Миш, а можно прикрепить это сейчас код? Опять жестами. Я не понимаю язык жестов. А? Чё-то? Уже скинул. А, уже вам скинули код. Пардонте. Так, пошли дополнительные вопросы про красоту. Мне приятно, конечно. Я вообще в школе была таким, знаете, даже курса до третьего института, я была такой, знаете, типичный гадкий утенок. В очках, самая маленькая в классе, ну, предпоследняя была на физкультуре. Вот, такая хорошистка, скучная, вот, потому что очень всего стеснялась и боялась. Вот, и поэтому расцвела я, наверное, благодаря в том числе и блогу, и по знакомству с Ингой, которая мне подсказала. Может быть, вы помните, какая я была с какими дикими короткими волосами когда-то, вот, хотя многие говорили, что это тоже было стильно, но, вот, сегодняшний образ мне как-то нравится намного больше, он как-то поэлегантнее и поженственнее. Хотели ли вы еще раз стать мамой? Ну, скорее, да, чем нет, хотя я считаю, что свой, такой, свою программу минимум я точно выполнила. Будет ли реализована программа максимум, не знаю, это, вы знаете, вот, на все воле Божье. Мне кажется, что дети это порой не мы решаем, не мы решаем, будут ли у нас дети, а как-то сверху решают, будут ли у нас они. вот, даже вот иногда, знаете, у меня младшенький Сережа, его появление в нашей жизни настолько стремительно, то есть я очень стремительно забеременела, буквально ничего не предрасполагало этому событию, потому что, ну, честно, вот, вот, вот все, что могло препятствовать, этому препятствовало, вот, и точно так же Сергей, как говорится, в меня влетел, так и вылетел, потому что он родился недоношенным, к сожалению, у меня просто в один прекрасный день включились роды, я даже не поняла, что это роды, потому что поверить в это было просто невозможно, я помню до сих пор, как я с девочками, с которыми мы были беременными, еще у них у нас детки-ровесники старшие, сидим, общаемся, сдайте вот эти чаты общения, и мы что-то про какие-то, я пойду огурчик говорю, соленый возьму, еще что-то, и знаете, и мы сидим и трындим на уже час-два, ну, такая бабский такой трепкий типичный, вот, хихикаем, а я такая, ой, что-то прихватывает, ой, что-то прихватывает, и потом девчонки говорят, Катя, а что-то, говорит, как-то тебя часто прихватывает, а хоть, включи-ка ты эту программку схватка-считалку, и я включила, у меня один схваток за час, они просто в совершеннейшем шоке, вызывай там скорая, у меня преждевременная получается история, я говорю, не могу, у меня ребенок спит, я дома одна, мужа дома нет, мама в Перми, свекровь в Лондоне, вот, я говорю, я не могу ехать, звоню своему лечащему доктору, она говорит, ну, приезжай на сохранение, я говорю, я не могу, у меня мама дома, там, я еще что-то, дочь спит, один на четыре года, никак не могу, говорю, приехать, а схватывает, она говорит, ну, прими Генепрал, приняла Генепрал, схватки немножечко стали пореже, но нет, и в итоге я поняла, что мне надо без вариантов ехать, я позвонила нашей домработнице, и, в общем, на том такси, к которому она приехала, я уехала в роддом, и родила примерно через три часа, вот, вот такая вот у меня была история, Серегу, вот, 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 вот он выбрал дату рождения, должен был быть девой, родился львом, вот, и мне такое ощущение, что он просто выбрал нас с мужем, своими родителями, а также выбрал ту дату, которую он захотел родиться, вот такой ребенок характерный у меня, и растет дальше, поэтому, я могу располагать, а как это будет, если случится так, что я буду беременна, я буду этому рада, вот, вот скажем так, но специально планирования у меня на данном этапе нет, делаю ли я уроки с детьми, раздражает ли это вас? Хороший вопрос, для меня это определенный челлендж, объясню сейчас почему, в какой-то момент я очень погрузилась в работу, в инстаграм деятельность, ютуб деятельность, и это, несмотря на то, что доставляет колоссальное удовольствие, для меня это выполнение моей миссии, создавать сообщество осознанных людей, осознанных по отношению к себе, к здоровому образу жизни, это очень дофаминовая история, очень наполняющая история, тем более отдача от вас колоссальная, это очень и очень благодарное дело, но в плане ресурса времени, оно крайне затратно, и в какой-то момент я не заметила, как моя рабочая деятельность практически заняла все мое свободное время, и безусловно, я не скрою, что от этого устаешь, устаешь физически, устаешь умственно, и когда приходишь домой, и бедные мои детки требуют внимания, а когда мамы стало меньше, чем хотелось бы в их жизни, внимания не требуют, ни экологичным способом, мне серия мамочка, будь добра, сделай с нами, помоги мне сделать уроки, это примерно, ау, и вот все такое, это висят, дерутся, привлекает внимание всяческими способами, которые никакого, скажем так, удовольствия не вызывают, и когда ты устал, действительно это может раздражать, я поняла, что что-то надо в жизни менять, потому что рычать на детей, делать с ними уроки, или заниматься, или играть с ними, хочется не через призму, потому что это надо, потому что через комплекс вины, назовем вещи своими нами, а потому что хочется это делать, я поняла, что нужно себя разгрузить, и что я сделала летом, моя команда выросла человек на 8, наверное, и я в такой процессе трансформации, у меня, конечно, появилось чуть больше времени на мою семью, и сейчас я действительно уроки с ними иногда делаю, иногда не делаю, я научилась делегировать какие-то вещи, плюс школа у нас подразумевает выполнение домашних заданий с детьми, они стараются это делать, выполнять, не идеально, к сожалению, конечно, вот, но уроки делать с ними не люблю, честно скажу, но стараюсь с ними играть, гулять с кем-то по очереди, выбираться, ходить в ресторанчик, но это, кстати, такая немножко скользкая практика, потому что, чтобы у детей не закреплялось, знаете, такое, ощущение удовольствия, чтобы не было патологической связи от удовольствия и еды, то есть общение с мамой, это только ресторан, и так может создаться база для расстройства пищевого поведения, имейте это в виду, не злоупотребляйте, вот, ну как-то вот так вот, надеюсь, вас не разочаровало своей честностью, но я самая обычная мама, со своими плюсами и минусами, дети тоже иногда могут бесить, могут иногда раздражать, ведут себя по-разному, я тут немножко накосорезила в один момент из-за того, что была чересчур погружена в работу, а что делает мама в этой ситуации, внимание, любовь заслуживает подарочками, обожаю покупать им всякие игры, одежда разбаловала, конечно, в один момент это почувствовала, ну, все решаемо, сейчас это проработали, стало намного лучше, вот, как познакомилась с мужем, очень-очень банально, он мой пациент, вот, но пациентом он сначала пытался просто познакомиться, я нет, и он через запись на прием, я ему понравилась, как-то он меня увидел, через запись на прием и запросом, помоги мне похудеть, ну, взял меня в оборот очень быстро, как истинный лев, у нас день рождения в один день, занимаются ли дети ваши спортом, какие у них хобби, ну, спортом это громко сказано, у меня сын пробует заниматься футболом, вот, пока серединки наполовинку, но ему нравится, и в целом я планирую это дальше развивать, и, кстати, как вариант, я для своего сына хочу собрать команду единомышленников, если у вас есть мамы, детей, мальчиков, которые, интересно, заниматься футболом, где-то вот надо 5, 6, 7 человек, в команду, 6-7 лет, мне Миша подсказывает, потому что он еще и в мире спорта, очень такая весомая фигура, знает всех, в общем, у меня сына тренирует чемпион, вот, очень классный тренер, и тренирует сейчас индивидуально, а хочется все-таки, футбол это командный вид спорта, и если вам вдруг интересно, если у вас мама мальчиков 6-7 лет, можем скинуться и заниматься вместе, и создадим янг-команду, приветствуется название для юношеской такой команды, можем позаниматься все вместе, если вам вдруг это любопытно, в общем, я какие-то личные интересы еще, вот, воспользовалась эфиром, раз эфир личный, мы это, я могу озвучить то, что считаю нужным, в общем, пишите мне в директ, а мы с вами свяжемся, вот как-то так, а, ну а Катюха у меня занимается танцами, танцами, современными видами направлений, хип-хоп, хореография, сейчас хаос изучает, и так далее, и так далее, вот мы немножечко, чуть меньше года занимаемся танцами, ей вроде нравится, она втянулась, так, посмотрю, во сколько комментариев, Малахит красиво оформлен, да, это какое-то такое украшение, сейчас скажу, Бергин, уже какое-то авторское украшение, не помню, я такая модница в этих всех брендах, не очень разбираюсь, хотя в определенной степени брендоман, скобы стоят, да, брекеты у меня стоят, ребятки, сегодня не медицинский эфир, поэтому на медицинские вопросы я не отвечаю, сегодня мы болтаем о личном, подскажите ваш цвет волос и марку краски, очень красивый цвет, хороший вопрос, слушайте, я уточню, но у меня что-то не сверх какое-то, как же называется, может быть, Кеуне есть такая, не помню, ребят, простите, я, знаете, в этом отношении я очень доверяю специалисту, специалист хороший, я доверяю от и до, на самом деле, я не в какой-то там особенный салон не хожу, я хожу в салон Фиалка, он так и называется, на Хорошевском шоссе 34, очень хороший салон, очень хорошие специалисты, и маникюр, и стрижка к Светлане, можете записываться, сейчас такая прорекламирую, так, на Новый год я записалась, на маникюр записывалась, можно рекламировать, вот, в общем, салон Фиалка, я от души рекомендую, на Хорошевском шоссе, классно, он очень простенький, но мастера просто, руки золотые, от бога специалисты, и Оля моя, там косметолог любимая, работает подружечка, Оля, там Пора Брекет уточняет вопросы, Ваши дети не ругаются, мы постоянно в состоянии войны, у нас от любви, от ненависти, дерутся и ругаются, как типично, я с братом махалась только в путь, вот, пока он не вырос, а так, да, это, мне кажется, абсолютно нормальная история, бойтесь идеальных детей, это, на самом деле, для меня, тихие, спокойные дети, это, тревожно, ну, может быть, это не идеальная мать во мне говорит, адрес моего визажиста, какой адрес, сейчас попробую, make up chair, по-моему, сейчас, make up, вот, Катюшка, вот, все, 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 вот это Катя, make up chair, Катюша, у Вас кармический брак, я извиняюсь, так это называется в астрологии, кеоне, точно, кеоне, я только на 100% не уверена, почему-то у меня в голове, вот кеоне, вот эта краска, так, что-то у меня прокатились эти комментарии, слушайте, я на, Миш, прерви на одну секунду, что-то так хорошо эфир идет, я еще часик забронирую, посмотрите, все, но не надеемся, эфир идет, я уже не забронул, 3 VIS Hilfe, извините, а тут я сделалweis, Christine, миша, сегодня я брала какая то, Eatingravya, put on the cost, да within the world, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Думаем, еще он мне говорил. И в итоге я как-то раз... Что? Что, после паузы еще раз. А, еще раз. Так, я вернулась. И вижу интересный вопрос в комментариях. Дочи, мама Кати. Какая история у этого явления? Рассказываю. Я рассматривала разные имена. О, продляет нам аренду, так что можем спокойненько еще пообщаться. Вот. Дочь... Я мужу предлагала разные варианты имени. И Елизавету, и помню, что Евгению рассматривала. И Татьяну, и Маргариту. И он отрицал все варианты. Вот. И один раз я психонул, говорю, ну тогда Катей назовем. Реально вот просто... И он такой говорит, да, Катей. И больше с этого момента никакое имя он не рассматривал. А мне всегда... Ну, мне хотелось, чтобы было немножечко... Ну, хоть какое-то отличие. Поэтому дочка у меня в свидетельстве о рождении записана не Екатерина, а Катерина. Мне всегда нравился этот вариант имени. И она... То есть я Екатерина Катя старшая, а Катя младшая у нас Катерина. Вот такая история. Потому что муж никаких имен не рассматривал. А вот варианты его разрешил. Так. Как вы решаете конфликты между детьми? Слушайте, ну по-разному. По-разному решаю. И честно скажу, что в один прекрасный момент, когда поняла, что не справляюсь, что авторитет... Ну, кризис в 6-7 лет. Это когда авторитет родителей немножечко уходит на второй план. И появляются авторитеты в виде воспитателей, в виде учителей, других взрослых. И когда я еще была очень так изолирована в работе вся, это для меня был такой, ну, мягко говоря, шок. Когда ребенок не слушается, когда ты ему что-то говоришь, он тебя не воспринимает. И я, честно говоря, обратилась к профессиональному психологу, психотерапевту. И последовав ее советам, мне удается находить общий язык, решать их конфликты. Но я точно такой же живой человек. Где-то, возможно, делаю и ошибки, где-то даю волю эмоциям. Но ключевой момент, ключевой момент из того, что помогает решать конфликты, это умение определить эмоцию и ребенка, и позволить ему понять, какую эмоцию он испытывает. Вообще, конечно, в наше время эмоциональный интеллект у детей, да и у взрослых, очень и очень сильно в развитии отстает. И, соответственно, этому нужно уделять внимание. Я и сама учусь определять эмоции у себя, потому что, когда ты устал, когда ты в неврозе, очень сложно эти эмоции контролировать. И, что самое интересное, есть такая методика, когда вам нужно, когда вы не контролируете себя, вас несет эмоции, вообще эмоции нужно оценивать в баллах, от нуля до десяти баллов. Знать название этих эмоций. А далее нужно уметь почувствовать эмоцию в теле, как она проявляется. Например, гнев может быть ощущением кома в горле, какого-то спазма, хочется, слезы могут на глаза появиться, или страх так проявляется, как угодно. Далее нужно сосредоточиться на тех мыслях, которые возникают при испытывании то или иной эмоций. Притом мысли могут быть совершенно разные. Да я убить тебя хочу, или еще что-то. Дальше нужно попробовать сосредоточиться на действиях, которые провоцируют эмоции. Кстати, это точно так же вы можете помочь проговаривать с ребенком. То есть, что ты испытываешь? Ты сейчас испытываешь злость, ненависть, страх, обиду. Ты это чувствуешь в виде того, что тебе хочется сжать зубы. И вот так вот проговаривая вот эти эмоции, учиться вот развивать эмоциональный интеллект, это позволяет решать какие-то там вопросы. На самом деле этих методик миллион, миллион. Я сама этому обучаюсь, учусь. Это очень интересное искусство. И я поняла, что если сам не справляешься, нужно обращаться к профильным специалистам. И это очень-очень помогает. И Наталья Федоровна, если вдруг она меня тоже слушает, я передаю поклон. Мне действительно это очень помогает в жизни. Кто ваш мастер по окраске? Светлана. Да, Светлана. Расскажите о своих родителях. Ну, слушайте, это тогда не на 1, 2, 3 часа. Я вам, знаете, что посоветую? У меня год назад, перед Новым годом, на YouTube-канале вышла рубрика «Кухня», где вы можете увидеть моих родителей. И там мы страиваем семейные байки. И, в принципе, там будет вам сразу понятно, кто они есть. И насколько я им благодарна за то, что я такая, какая я есть. Потому что, ну, я отображение их ценностей, отображение их взглядов на мир. Я полностью, я обожаю маму и папу. Они у меня очень крутые. Я передаю тоже им привет. Они мои подписчики в Инстаграме. И очень-очень их люблю. Но иначе я долго могу это все рассказывать. Что-то звука нет, говорят. Или это был технический перерыв. Все нормально, да? Какие подарки вы любите получать и дарить? Вы знаете, я люблю любые подарки. И это такая, знаете, медицинская история. У меня мама когда-то, не когда-то, а работает в краевой клинической больнице. И в краевую клиническую больницу съезжается вся область. Деревни, глубинка и прочее. Это очень благодарные люди. И мама мне когда-то говорила, что нужно быть, учила меня. Благодарные вообще любому подарку. Маме что только не дарили. Ей везли ведрами клубнику. Как-то раз весной, весной, ранней весной привезли зеленого лука. Салат из него я до сих пор помню. Это было очень вкусно во времена дефицита. И вот любому подарку нужно радоваться. Даже если это зеленый лук. Даже если вам кажется, потому что, когда вам что-то дарят, вам делают это души, дарят частицу души, частицу себя. И быть за это неблагодарным как-то неправильно. Поэтому я люблю любые подарки. Мне всегда это очень и очень приятно. Потому что это какой-то обмен энергиями в том числе. В хорошем смысле. Я не очень увлекаюсь эзотерикой или еще что-то. Но в хорошем смысле это чувствуется. Я люблю и дорогие подарки. Муж меня иногда балует. Вот видите, вот этот компьютер он мне подарил на день рождения. Я просила его ноутбук. Это дорогой подарок. Мне было очень приятно. Ну и мелочи всякие приятные. Он иногда может подарить мне безглютеновые пироженки, макарон. Сесть сам одну штучку. Потому что сладкоежка. Это всегда тоже очень-очень приятно. Поэтому, а какие подарки я люблю дарить? Это тоже разное. Разные подарки люблю дарить. Вот как-то просто люблю дарить подарки. Я говорю, вот сейчас-сейчас я в этом интернет-магазине SkinBiotic я всем своим подружкам заказала вот эти наборчики. Вот эти наборчики и мужские наборчики там тоже заказала. И считаю прям идеальный подарок. Поэтому пользуйтесь промокодом. Заказывайте подарки на Новый год, пока все не расхватали. Очень классные. Как Ася моя говорит, это подружка. Очень круто, очень круто. О, Катя, вы первая в ленте своего визажиста. Не перепутаешь. Ой, Катюшка, мне там что ли это напубликовала? Надо посмотреть. Какой показатель readiness? Ну, где-то баллов 80, иногда 79. Я не безупречна в плане readiness. Ну, бывает и 90. А муж зовет Катю и бежите обе? Нет, кстати, нет. Но он это грешит. Старший, младший иногда, конечно. Бесит страшно. Но уже как-то это прижилось. Младшая, старшая. Вот так вот примерно. Делайте себе маникюр и как относитесь к шелаку? Шелак делала очень-очень долго до ковида. Я, вы знаете, я была довольна. Но сейчас во время карантина я сняла у меня голые ногти. И как-то возвращаться не планирую. Видимо, сейчас вот этот тренд на голые ногти модный. И мне нравится больше. Хотя форма ногтей хуже. Потому что шелак же он такой тверденький. И он форму ногтей держит лучше. Но в целом, конечно, это не самая здоровая история. Поэтому я радикального такого отношения, что мы все, значит, сдохнем от токсинов, тоже не люблю. Потому что токсинов в нашем мире много. И избавиться от всех них невозможно. Лучше заниматься своим организмом и системой детоксикации. В каком городе родилась? Я Пермячка, город Пермь. Как вам удается успешно совмещать и карьеру, и семью? Во-первых, спасибо за комплимент, за успешно совмещать. Я в процессе успешного совмещения. И фака побывает. Вот, фака побывает. И ключевой момент, чтобы это было успешно, это, безусловно, научиться доверять. Научиться доверять. Доверять команде. Собрать эту команду. Это, конечно, мега такой челлендж. Потому что, ну, человеческий фактор, эта история такая непростая. Вот. Быть щедрой. Быть щедрой. Должным образом оценивать труд других людей. Вот. Уметь делегировать. Ну, и стараться, чтобы в твоем окружении были люди, которые разделяют твои ценности. Не скромно могу заметить то, что в моей команде работают, ну, не то чтобы мои поклонники, но фанаты моего подхода. И это очень-очень круто. Миш, правильно говорю? Говорит, правильно. Спасибо. Да, фюрер. Кто мой муж по образованию? По первому образованию он физик. По второму образованию он политолог. И по третьему образованию он дипломат. Это тема эфира, просто вопросы. Катя, вы и спорт, какие отношения? О-о-о. Это любовь и ненависть, знаете, в одном флаконе. Сейчас новый этап любви. Вот. Но ненависть была лет до 36. А мне всего... А сколько мне лет? 38, да? 38. Вот. И... Но благодаря Асе и Свете, моим любимым девочкам, я все-таки в мир спорта втянула. И сейчас вот после большого перерыва два месяца снова возобновила занятия. Так, это с одной стороны. А как теоретик, я один из лучших экспертов в мире фитнеса. Я сейчас не шучу, потому что в фитнесе я проработала очень долго. И даже обучала спортсменов. Обучала, подбирала персонал в фитнес-клубе. У меня такая довольно внушительная страница в фитнес-индустрии. Я свой след оставила. Как-то так. Но как теоретик. Вот. Наталья Федоровна, это мой психотерапевт и психотерапевт детей. Какой косметикой пользовалась во время беременности? Кать, не помню, честно. Люблю ли я готовить? Очень люблю готовить. Готовить люблю, но времени на это нет. Поэтому я просто обучила помощниц готовки. И иногда приглашаю просто повара, чтобы по моим рецептам приготовили. Какой медицинский вуз вы закончили? Пермскую государственную медицинскую академию. И там по счастливой стечении обстоятельств я стала эндокринологом. Сначала терапевтом, потом эндокринологом. Так, про распорядок дня вопрос. Какой у вас распорядок дня? Вот я и распорядок, это, конечно, один из самых больших челленджей в моем мире. Я терпеть не могу распорядок. Вот это вот все поминутная история. Для меня каторги подобны. Но когда ты ведешь уже свое дело, к сожалению, планирование – это обязательная часть процесса. Поэтому стараюсь вести график. У меня следит за графиком моя помощница Анастасия. У нас объединенные Google вот эти календари. Вот я уже приучилась Насте маникюр во столько-то. Она говорит, а нет, у тебя физкультура. И переношу на другое время. То есть я этому учусь делать. Но распорядок обычный. Эфиры планируются где-то на месяц вперед. Съемки тоже где-то на месяц вперед планируются заранее. Бывает иногда смещение. Вот мы должны были в понедельник, в день великого ученица Екатерины, всех Катюш с именинами прошедшими, поздравляю, пройти. Но вот ввиду того, что Миша приболел, но сейчас он здоров и крепок, мы перенесли эфир. Как удается успешно совмещать карьеру и семью? Успешно? А, это я уже ответила. Так, все, надо закругляться. Утренние ритуалы. Душ, зубы, брекетная вот эта история, тоник, сыворотка. Вот если это из косметологических таких ритуалов. Как про мигрень? Ой, что-то это не так неохота про это рассказывать. Давайте я как-нибудь отдельный эфир про мигрень сделаем, Миша. Что-то сегодня про медицину неохота. Я расскажу свою историю про мигрень личную, потому что есть чем поделиться. Есть чем поделиться. Сейчас у меня новый этап подхода к мигрене очень любопытный. С одной стороны спорный, но тем не менее, я сейчас не про Сибиди масло, которое в целом не приступы купирует. Но у меня сейчас, как задача максимум, увести это в такую вообще долгую, стойкую ремиссию. Я тут это похвасталась, что у меня 10 месяцев не было мигрени. И на следующий день я была в Большом театре, у меня приступ мигрени произошел. И я такая, и в этот момент я поверила, что есть глаз, потому что, ну реально, 10 месяцев не было. Только рассказала, что у меня ее не было в прямом одном эфире, и она тут же проявилась. Про питание. Какой у вас рацион ближе к палео? Иногда есть погрешности. Погрешности это, конечно, мой guilty pleasure, это хлеб. Хлеб. Из сладенького я иногда люблю вот эту пироженку макаронс одну. Заживать невкусно. Люблю манго. Дети питаются тоже ближе к палео. У нас абсолютно одинаковый рацион у взрослых и у детей. Но у детей есть определенные предпочтения. Катя, например, любит морепродукты. Сережа ни рыбу, ни морепродукты не ест вообще. Хотя может съесть одну сушеную. Ну вот на удивление. Видимо, это выглядит как пироженка. Так, ближе к палео. Глютен, молочные продукты. По принципу ротации, но дома, так как этого практически не бывает. Поэтому палеопротокол. Как питается ваш муж? Точно так же, как и я, но он склонен, безусловно, к отрязну. Хулиган жуткий. Сладкоежка. До трясучки. Любит сладкое. Поэтому дома я сладкое стараюсь покупать не столько, как из-за детей, а сколько из-за того, что этот-то найдет на любой верхней полке. Вот. Рот и хобби. Какое у вас хобби? Шмотки. Честно говоря, люблю одеваться. Люблю красиво одеваться. Украшения люблю. Как планируете провести новогодние каникулы? Вероятнее всего, поеду в Пермь, если все не закроют к чертовой бабушке. Но с учетом того, что иммунитет есть, вот, с том, что иммунитет есть, я думаю, и мамочка у меня, к сожалению, переболела, но зато теперь с иммунитетом. Думаю, мы можем себе позволить повидаться на каникулах. Как отношусь к астрологии? Слушайте, к астрологических я себе прогнозов никогда не делала и расчетов. Знаю, что там какие-то есть ректификации, что ты там надо знать поминутно, когда ты родился. Но расчетов по астрологии я себе не делала. Хотя бы, может быть, с любопытством почитала. А вот историю с нумерологическими вот этими циферками, которые, ну, нумерологически бывает расклад, не делали неоднократно, делали разные люди, и они прям там совпадают. И тех, и других, какие-то там рисковые коды. И вот там вот очень близко, к истине, мне очень-очень понравился этот прогноз. Вот, но он так больше как-то организовывает, что ли. Дыхательные практики. Ну, чаще всего это что-то типа гиперкопнии на задержке дыхания. Это управляемая медитация дыхательная. Вот, ну, наверное, тоже запланируем. Давайте поподробнее уже времени совсем немножко остается. Расскажу. Это же надо не просто рассказывать, надо как-то показывать, вот, чтобы внедрить в вашу жизнь. А вообще, собираясь Даша и Коваленко так позаниматься, она меня заинтересовала своими шаманскими методиками по работе с голосом. Это очень-очень любопытно. Про мотивацию и продуктивность. Что вас наполняет энергией, мотивирует на развитие? Что помогает вам быть такой продуктивной? Ну, во-первых, спасибо опять за комплимент. Вода. Вы знаете, для меня просто это прям инструмент для... Я не знаю, как это работает, но как только я встаю под душ, при том не ванна, а вот именно встаю под душ, и когда первые капли воды, особенно если это какой-то а-ля душ впечатлений, какие-то такие раздробленные капельки, и у меня сейчас вот битва идет с мужем за сантехнику, которую я хочу поставить нам в квартиру. Дороговато, конечно, но я прям понимаю, что это мой инструмент по продуцированию новых идей. Когда вода попадает мне на голову, я просто начинаю фонтанировать буквально в смысле деми, и очень часто, если я их не запишу после душа, то бывает, что я их хороню, потому что потом вспомнить не могу. Меня наполняет меня и заставляет развиваться мои дети. Это, конечно, мои лучшие учителя. Вы, моя осознанная аудитория и моя миссия. Я четко ее для себя сформировала, сформулировала, миллион раз ее уже озвучивала. Это формирование осознанного сообщества. И мне кажется, вы именно у меня такие, вы классные, обожаю вас. Что бы посоветовали 20-летней себе? О, это такое на эфир откровение тянет, потому что я, конечно, была не безбашенная, но какая-то, знаете, везучая и отчаянная. Потому что я сейчас себе, вспоминая себя 20-летнюю, я бы, конечно, во многие авантюры не влипла. Не потому что я была такая со страсти к авантюре, а потому что была какая-то интуитивная, что ли. То есть я могла влипнуть кучу каких-то опасных ситуаций, но меня как ангел-хранитель как-то берег. Наверное, я бы себе посоветовала быть немножечко поосознаннее и повдумчивее, поаккуратнее. Откровенничать, что у меня было в 20 лет, я не буду. Пайнкой я, конечно, особо с одной стороны не была, но жгла, конечно, напалмом. Мама, конечно, нервных клеточек 20-летней. Нет, 20-летней была скромницей. Что я гоню? Это вот я бы 22-3-летней себе бы посоветовала. А в 20 лет я еще вела себя скромно. Есть ли возможность пройти у вас профессиональное обучение? Пока нет. Для того, чтобы я могла вести профессиональное обучение, мне лицензию надо получить. А таких планов как таковых не было. Но даст Бог день, даст Бог пищу. Поэтому я ничему не удивляюсь. Я очень потоковый человек и очень интуитивный человек. И меня как интуиция ведет, так рождаются мои проекты. То есть ровно, вы знаете, за несколько, буквально за 2-3 недели у меня, ну за месяц, как минимум 2 проекта запустились в реализацию. Не расскажу пока. Пусть потяну немножечко интригу-интригу. Но любопытно. Ладно. Я ныряю в ваши комментарии. Те, которые помощница мне подготовила. Комментарии я на них лично. Это вот то, что вы оставляли вопросы, ответила, надеюсь. Пока поделитесь в комментариях, как вы.